Орден Трудового Красного Знамени Самая престижная награда Советского Союза, подчеркивающая высокую степень востребованности и признания трудовых заслуг. Учрежден постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от 7 сентября 1928 года. Данный орден учрежден для награждения за большие трудовые заслуги перед советским государством и обществом в области производства, науки, культуры, литературы, искусства, народного образования, здравоохранения, государственной, общественной и других сферах трудовой деятельности. Орденом Трудового Красного Знамени могут быть награждены и лица, не являющиеся гражданами СССР, а также предприятия, учреждения, организации и населенные пункты иностранных государств. Павлодарский алюминиевый завод был награжден Орденом Трудового Красного Знамени 10 февраля 1971 года. Подробности этого события рассказывает в своей книге «Павлодарский алюминиевый» Борис Матвеевич Ишутин. Помнится, была пятница. В редакции областной газеты «Звезда при Иртышье» готовился очередной номер. Как обычно, стучал телетайп, принимая оперативное сообщение ТАСС. Телетайпные рулоны поступали в секретариат, где отбирались материалы в номер. «Братцы, есть гвоздь на первую страницу!» – раздался крик ответ секретаря. Указ нашему алюминиевому Орден Трудового Красного Знамени. Был многолюдный, радостный митинг. Были нескончаемые поздравления. Они поступали со всех концов страны. И это понятно, ведь завод – плод объединенных усилий многих республик нашей страны. У металлургов был внеплановый, не по календарю, праздник, создателем которого вправе считать себя каждый, кто причастен к строительству и освоению алюминиевого гиганта на Иртыше. Вечером того же дня у директора завода, Евгения Николаевича Беспалова, собралось бюро эстетики. Орден должен украсить лицо предприятия, его проходную. Нужна ее новая композиция, да и орден отлить в металле в крупном масштабе. Начался своеобразный конкурс на лучший эскиз проходной. Были представлены многочисленные варианты. В итоге родился коллективный портрет. Элементы его взяты из разных эскизов. А мастера литейно-механического цеха колдовали над изготовлением ордена весом около центнера. И сработали его на славу. Он занял свое место над проходной. Это обновленная, величаво-торжественная проходная и сегодня встречает и провожает металлургов, напоминая о сделанном и вдохновляя на новые искания и свершения. Высокой награды коллектив был достоин, как сказано в указе, за успешное освоение производственных мощностей. А настоящий орден, укрепленный на знамени завода, в том же году плыл в голове праздничной колонны, ярко отражая лучи щедрого майского солнца. И впервые с трибуны прозвучало «Слава металлургам орденоносного ордена трудового красного знамени алюминиевого завода!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова